Всем привет! Сейчас я вышла из станции Хараджуку. Здесь на входе обычно многие дожидаются друг друга, чтобы дальше пойти погулять. А погулять здесь есть где. Иди в любую сторону и найдешь что-нибудь интересное. Мы же снова идем в направлении Омотэсанду, чтобы рассмотреть, как одеваются японцы летом. Этот район в Токио очень известный, дорогой, популярный, дорогой во всех смыслах этого слова. И купить квартиру дорого, и арендовать. И вообще аренда дорогая. И очень много разных люксовых магазинов. Несмотря на то, что люксовых магазинов здесь действительно много, идешь по улице, и витрина сменяется витриной. Но многие из них ютились в очень старых зданиях. Многие из них недавно сделали ремонт, а какие-то еще закрыты на ремонт. И планируется большое открытие. Например, многоэтажный магазин Макс Мара. По-моему, раньше его даже здесь и не было на этой улице. А совсем старые здания, например, как эта серая, и таких здесь было много, постепенно сносят. И кругом по улице слышен строительный шум. Стройки в Токио всегда очень качественно огорожены и завешены. Поэтому ход строительства совсем не видно. На этом перекрестке скоро будет вот такая красота. Напротив здания Токио Плаза. Это торговый центр с известным в Инстаграм и вообще на всех фотографиях стеклянным входом. И новое здание строится с похожим дизайном, чтобы перекресток смотрелся гармонично. Пока же стройки по улице идут полным ходом. Центр Токио вообще активно перестраивается и модернизируется, потому что выглядит уж очень доисторически в плохом смысле этого слова. Буду критично, но думаю справедливо. Архитектуры там и вообще изначально никакой не было. Так еще и, наверное, все коммуникации и вообще конструкция устарела. Так что центр Токио потихонечку перестраивается. И скоро здесь будет еще больше красивых современных дизайнерских зданий. Мы отправляемся, наконец, на прогулку, чтобы встретить толпы людей, рассмотреть и найти интересные образы. В прошлом видео я затронула тему девичьих платьев. Говорила, что 20-летние, но думаю и до 30-35 лет девушки очень любят платья. Это местный такой японский тренд, который продвигается и в журналах, и даже по телевизору. Я смотрю обычно утренние передачи, и там ведущие, молодые девушки, обычно в подобных платьях и стоят. Ну, либо это будет блузка и юбка, но крой и силуэт останутся традиционными и любимыми в Японии. Кстати, по телевизору красавец ведущих я вообще не видела. Раньше, лет 10-15 назад, мне кажется, девчонки в телевизоре были симпатичнее, а сейчас специально выбирают, чтобы внешность была такая, как у всех. Кстати, у мужчин-ведущих такая же ситуация. У всех среднестатистическая внешность, незрачная, чтобы не выделялась. В вечерних развлекательных программах уже повеселее. Там и ведущие яркие, и они популярные, и они известные шоумены. Гости в программах тоже в основном японские знаменитости, и они придерживаются своего стиля, одеваются все образно и ярко, чтобы запомниться. Вот и наш любимый фасон. Это те платья, про которые я так много говорила. Вариаций на эту тему есть несколько. Платье всегда длинное. Низ может быть полусолнцем, гаде или, как в этом случае, с валаном. Рукав в основном всегда короткий и фонариком. Платье в ярких цветах я, конечно, не видела. Если говорить про принты, то это может быть мелкий цветочек максимум. И еще мелкая клетка, но всегда каких-нибудь бежевых, сереньких, пастельных оттенков. Платье в основном летнее, но носят его и весной, и летом. Сверху надевают кардиганчик, такой коротенький, на пуговичках, тоже какого-нибудь невзрачного цвета или черного. Хотя про летнее, конечно, не уверена. Бывают и с длинным рукавом, но длинный рукав тоже такой объемный, широкий. Тоже фонарик, наверное, называется. Если не платье, то любимая девичья комбинация блузок и юбок будет сохранять тот же самый силуэт. Кукольная блузка с коротким пышным рукавом и длинная юбка. В сегодняшнем видео, думаю, если присмотритесь, найдете еще не один пример. В прошлый раз я сказала, что такие платья для меня too much, но, наверное, не в том смысле и не так я выразилась. Я имею в виду, что их чересчур много, и если показывать их в рамках стрит-стайла, получится какой-то несовременный стрит-стайл. И, в общем, эти образы для меня не очень актуальны, поэтому я и не люблю их. Но я – это я. В Японии такое ощущение, что это уже классика современности. Говорят, что в Америке любимая женская одежда – это леггинсы, особенно у молодежи, а здесь вот такие платья. Три девушки идут рядом, и, конечно, я свое внимание обратила на первую из них, но налицо пропорции – два к одному. Три девушки отдыхают. Я не знаю, что это за кадром. Три девушки отдыхают. Дэкушка! Реаль. Реаль. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но вот такую стихийную торговлю овощами и фруктами я еще здесь не видела Все просто из ящиков, как на рынке, а по соседству модные бутики Здесь и Dior, и Chanel И как-то в Токио все это совместно уживается и получается очень уютно Где-то даже по-провинциальному В Токио даже в центре я не ощущаю шика, роскоши, но вместе с тем Токио один из самых, если не самый дорогой город в мире Конечно, идет из традиций, из культуры, поэтому здесь нет пафоса и помпезности А вот люксовые сумки и аксессуары в больших городах японцы любят Как и везде удовольствие это дорогое, но мне кажется, что в Токио особенно дорого И сейчас еще подорожает, потому что иена очень слабая Но придут на выручку секонд-хенды, особенно люксовые, их в Токио очень много Кстати, буквально на днях видела сюжет про один из таких люксовых секонд-хендов И история была такая, как туда приходят клиенты сдавать товар и почем его можно сдать И вот рассказывалось, как они торгуются, и сначала им предлагают цену пониже И вот они подорговались и выручили денег побольше На японском телевидении обычно такие сюжеты рекламного характера Из чего можно сделать вывод, что товара сейчас не так много Не так, как раньше, японцы в последнее время покупают люксовые сумки А значит, не так много и сдают в секонд-хенд Я слышала, что раньше очень много люкс создавали китайцы Туристы, которые приезжали в Токио, но сейчас их нет Поэтому у таких секонд-хендов и появились трудности с ассортиментом Это видео я снимала в будний день Но так как это прогулочно-торговый район, офисных служащих здесь не так много Простые скромные деловые костюмы, которые и принято носить в офис, попадаются здесь очень редко Здесь, если увидишь девушку или молодого человека в строгом костюме или во всем черном Это зачастую продавцы-консультанты из бутиков Девушка же, которая прошла только что в черном юбочном костюме, скорее всего, все-таки из офиса Вот так за разговором и заканчивается это видео На эту прогулку мы с вами еще продолжим и поболтаем Всем спасибо за внимание и комментарии Пока, до скорого!